Свертка, которую мы реализовали, носит название правой. Причина этого ясна из группировки вызовов, которого можно посмотреть на примерах. Давайте разберем некоторый пример. Поскольку нам сейчас нужен будет не ассоциативный оператор, для ассоциативного оператора порядок выполнения не важен, мы выберем, например, оператор минус. И вызовем нашу свертку folder с помощью оператора минус. Возьмем какое-нибудь инициализирующее значение, например, 5, и какой-нибудь список, ну, например, 1, 2, 3. Мы получаем некоторое значение минус 3. Каким образом это значение минус 3 получилось? Я без всякого доказательства, я потом проиллюстрирую это на более общем примере, просто напишу выражение, которое у нас получается в результате этой свертки. Мы берем единицу, вычитаем. Это первый элемент списка. Берем двойку, вычитаем. Это второй элемент списка. Берем тройку, вычитаем. И, наконец, список наш кончился. И здесь у нас нужно использовать инициализирующее значение, которое равняется пятерке. Если мы запускаем вычисление вот такого выражения, мы тоже получаем минус 3. То есть folder работает таким образом. Если бы мы расставили скобки по-другому, а такое тоже возможно, мы получили другой результат. Давайте теперь посмотрим на общий пример, чтобы понять, почему поведение именно такое. Давайте посмотрим, как folder вычисляется. Посмотрим на последовательность редукции. На некоторых неуказанных значений f и ини и списке 1, 2, 3. Я записал список 1, 2, 3 вот в таком вот синдексе через конструкторы. Это тот же самый список, с которым мы работали в нашем первом примере. Просто потому, что нам нужно осуществлять сопоставление с образцом. Поэтому такой синдекс записи удобен. Итак, функция folder раскрывается. f и ини не специфицированные, поэтому они никак не меняются. Дальше нам нужно выбрать уравнение, которое будет работать. Список либо пустой, либо не пустой. Здесь мы видим с помощью сопоставления с образцом, что список не пустой. Он разбивается на голову x. x связывается с единицей, xs связывается с вот таким вот списком. Ну, теперь вместо x я подставляю единицу. Вместо xs я подставляю вот этот вот хвост, который у нас есть. И вот первый шаг редукции приводит нас к такому вражению. Дальше я поступлю немножко нечестно. Настоящая правая свертка в соответствии с порядком редукции, который принял Хаскель. Теперь у нас головной редекс. Это вот эта функция f. Ее надо вызывать. Но поскольку у нас функция f не специфицирована, то мы ее не будем вычислять. Мы воспользуемся тем, что на конечных списках от порядка редукции ничего не зависит. И поэтому возьмем и будем редуцировать теперь вот это вот выражение. Этот фолтер. Он редуцируется точно таким же образом. Опять происходит сопоставление с образцом. Выбирается второе уравнение. Двойка это голова. Она появляется у нас вот здесь вот. А хвост это список из одного элемента, который поставляется вот сюда. Мы просто берем вот это определение фолтер и заменяем x и xs на соответствующее выражение. Следующий шаг. Опять у нас список не пустой. Поэтому у нас вот этот вот вызов фолтер превращается по определению вот в такую вот конструкцию. И в конце концов мы доходим до ситуации, когда фолтер у нас вызывается на пустом списке. При этом разрабатывает первое уравнение. И у нас вот это вот выражение в соответствии с первым уравнением заменяется на значение in. Итак, вот как происходит наша свертка. Вот что получилось. Ясно видно, что тот пример, который я записывал вам, тот порядок вычислений, который обеспечивает нам правая свертка, он именно такой, как здесь описано. 1, 2, 3 и дальше наш минус, инициализирующее значение, находится у нас в самом конце, в самой правой крайней позиции. Мы можем обратить внимание на то, как работает правая свертка. На самом деле правая свертка просто пересобирает список. Посмотрите внимательно на наш исходный список и на наш результат, который получился. Правая свертка просто выполняет следующую работу. Она берет, заменяет конструктор пустого списка на in, а конструктор списка двоеточия на сворачивающую функцию. Все, больше ничего не происходит. Список как бы пересобирается, но вместо конструкторов используется, соответственно, инициализирующее значение вместо пустого конструктора, и вместо конструктора двоеточия используется наша сворачивающая функция. Ну, здесь видно в этом примере, что список 1, 2, 3 превращается у нас, конструктор заменяется на минус, пустой список заменяется на инициализирующее значение пятерка.